Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в нашей программе «Подоплёка» мы снова возвращаемся к теме мусорного бизнеса. На позапрошлой неделе мы обсуждали эту тему, и, казалось бы, всё у нас так в Риге складывается по европейским тандартам. Вроде как Еврокомиссия нам предложила не продлевать договоры с существующими компаниями по вывозу мусора. Был объявлен конкурс. Целый год, наверное, условия этого конкурса были в открытом доступе, и все могли с ними ознакомиться. И вот, когда уже конкурс прошёл, и его выиграла компания «Ты, Рига», в которой, с одной стороны, присутствует муниципальный партнёр – это полигон хранения отходов в Гетлине ЭКО, и частный партнёр – это компания «Клин-Эр», вдруг начались вопросы. И Совет по конкуренции 19 августа получил разъяснение от партнёров, от компании, выигравшей конкурс, и от Рижского муниципалитета. По поводу этого конкурса изучает его аргументы, и в то же время Рижская дума на своей домашней странице обратилась к Совету по конкуренции с призывом вести конструктивный диалог, а жителям заодно напомнило, что пора перезаключать договоры, потому что иначе с 15 сентября вывоз мусора не будет производиться, контейнеры заберут, и, в общем, живите как знаете. Ну, предполагается, что, наверное, в первые месяцы никого не будут штрафовать за то, что они проявили нерасторопность и не заключили договор с новым монополистом, получившим право обслуживать бытовые отходы в Риге на 30 лет. Но всё-таки Рига не может погрязнуть в мусоре, поэтому ожидается, что, наверное, через какое-то время, после 15 сентября, начнутся и меры принуждения. Казалось бы, такая копеечная тема, мусор, да и платим мы за него не так много, но всё-таки почему-то эти обсуждения вызывают горячие интересы, в том числе у наших радиослушателей, поэтому мы приглашаем сегодня вас к открытому микрофону, сегодня у нас нет гостей, зато мы можем послушать вас, ваши мнения и ваши суждения об этой теме, о том, как вы довольны или недовольны тем, как у нас обслуживаются отходы, насколько у нас утилизируется вторичное сырьё, насколько мы впереди или позади планеты всей в этом плане по экологии, ведь Латвия позиционирует себя как зелёная страна. Вот мы вас приглашаем к разговору по телефону 672 12 93 9, 672 13 93 и 9. Звоните нам, мы будем вас выслушивать, ваши пожелания, ваши вопросы. Постараемся, я постараюсь на них ответить. Я сегодня веду эту программу. Автор и расследователь Людмила Прибыльская. Итак, 15 сентября – это время, с которого начинается отчёт новой эры в жизни Риги как крупнейшего производителя бытовых отходов. И теперь у нас будет в этом плане монополия. То есть в рамках частного государственного партнёрства договор заключается на 30 лет с компанией «Ты Рига». Ну, «Чистая Рига», если так эту аббревиатуру, ну, не аббревиатуру, этот… «Зимолс» по-латышски, или «Бренд» расшифровывать. И мы знаем, что монополия, вообще-то, это не всегда плохо, потому что, ну, вот мы помним, когда у нас была монополия на поставке электроэнергии, то стоимость её была на 27% меньше, а когда была монополия на поставке газа, стоимость этого голубого топлива для жителей была на 35% меньше, чем сейчас. Однако новая компания «Ты Рига» сразу же объявила, что тариф будет расти. И озвучила какую-то совершенно ничтожную сумму, на которую это вырастет, ну, какие-то там, ну, может быть, 9% или 10%. Вот каким будет реально этот рост, разбирался наш коллега-журналист Сергей Бордовский. Мы попробуем сейчас с ним связаться и поговорить о том, какие реально будут у нас изменения в тарифе. попросим нашего звукорежиссёра Евгения Копеина вывести в эфир Сергея. Вот. А пока скажем, что, в принципе, конечно, стоимость, ну, вывоза мусора, она не такая большая. И, казалось бы, ну, кого это может интересовать? Мы вернёмся к теме, кого это может интересовать через, после разговора с Сергеем, а сейчас послушаем его. Сергей, добрый день. Добрый день, Люся. Так вот, говорят, что цены повысятся на 9%. Вы посчитали, как-то у вас вышло не так. Ну, это не я считал, это считали детские садики, которые получили проект договоров об обслуживании этих проектов договоров. И я видел, и вот, согласно той информации, которые в этих проектах договоров указаны, там повышение цен было, кажется, около 37-40% на бытовые отходы. Прямо самой цены или затрат прямых? Вот потому что, ну, как бы получается... Это вот сколько платить? А, ну, то есть затраты. То есть платили, условно, раньше 15, будут платить 20. Будут платить плюс 40%, а на органический мусор там рост вообще до 80%. Это те цифры, которые были в этих проектах договоров. Это одна из депутатов оппозиционных Рижской думы предоставила вот эти вот проекты. Но, правда, ей сказали, что, ну, не надо вводить общественность в заблуждение. Хотя где тут заблуждение, если это вот на бумаге не написано? Вот такая ситуация с ценами. Ну, вводить в общественность в заблуждение, наверное, это манипулировать каким-то образом цифрами. Вот получается, что, ну, нам преподносят какую-то красивую картинку, а за ней стоит, ну, совсем другая ситуация. Вот, например, вы присутствовали на презентации этого нового проекта, и там в красках было расписано, чем он положителен для рижан. Вот что вы уловили из этого рассказа? Вот из той презентации, которая была представлена управлением среды, самоуправления рижского, там, на мой взгляд, там было что лучше для организации вот этого. То есть там будет синхронизировано движение машин по городу, то есть по одной улице будет проезжать только одна машина, а не несколько. Будет объединенный, ну, не так сейчас, три участка Ригана, три участка разбиты, а будет один общий, будет упорядочен порядок вывоза мусора, но это все имеет отношение к организации этой процедуры. Что касается самих рижан, ну, вот мне, как рижанину, глубоко поровну, сколько машин там проедет. Мне интересно, чтобы вывозили вовремя, и желательно платить за это меньше. Вот, мне кажется, два критерия эффективности от той или иной процедуры. Желание создавать сейчас еще дополнительный отдел для контроля за вывозом мусора, ну, мне кажется, это не совсем, учитывая, что будет подорожание этой процедуры, это понятно, это все говорят, что будет, вопрос, насколько. Ну, мне кажется, это не совсем, наверное, в интересах рижан. Ну, а с другой стороны, вот смотрите, если у нас будет монополист, да, я лично имела опыт переписки с теперешним одним из операторов Клин-Р, и убедилась, что там сидят такие матерые юристы, которые на каждый твой аргумент выдвигают три встречных, и которые понимают, что в случае, ну, неразрешимого спора ни один истец не будет обращаться в суд за трех евро в месяц, понимаете? То есть, ну, судебные издержки в Латвии так велики, что, а время рассмотрения судов такое длительное, ну, что просто никто не станет возиться. И на этой уверенности, наверное, базируется, в принципе, позиция поставщиков услуг, потому что, ну, бодаться с таким монстром никто не будет, поэтому он будет добиваться всегда того, чего хочет. Ну, а контрольная институция, вроде как, при Рижской думе должна быть таким, ну, наверное, судьей между потребителем и поставщиком услуг, особенно если он монопольный. Ты же не можешь от него отказаться и выбрать другого? Ну, безусловно так, но здесь надо понимать, что Рижская дума, она входит, она входит капиталом в это будущее предприятие этого монополиста, поэтому независимой, так сказать, судебной инстанцией она быть не может по определению. Это ее предприятие. Гетлини Эко, это, которое является свидетелем Рига, она полигон, да, это муниципальное предприятие. То есть это предприятие Рижского самоуправления. Что я хочу сказать в пользу этого проекта, так, чтобы не обвинили меня... В предвзятости. В предвзятости. Мне вот вчера в Рижской думе было, и привели такой аргумент в пользу, как бы, за... У нас есть единый тариф на горячую и холодную воду, ну, на воду. Вне зависимости от того района города, куда она... На холодную воду, единый, да. На горячую он разный. У нас есть единый тариф на электричество. Вне зависимости, как далеко от ТЭЦ расположен потребитель. Ну, логично, что у нас будет единый тариф на вывоз мусора. Чтобы не было, что тот, кто ближе к свалке живет, платит меньше, а тот, кто живет дальше, там, в Балдарае, например, он платит больше. Ну, вот этот аргумент, да, это принимается. Ну, и на сколько Балдарае платило больше? А вот не могу сказать. Ну, кажется, что больше, по-любому больше будут платить все. А, ну, то есть нас всех приравняют к Балдарае, и мы все будем платить больше поровну. Ну, не могу сказать, насколько, но... Ну, вот минимум рост это 7-9 процентов, это то, что называли официальные цифры на заседании, но в эти вот 7-9 процентов прироста мало кто верит. Ну, и рост цены, как объясняли в той же презентации, как бы наценка поставщика услуги, то есть вот этих вот мусоровозов, которые вывозят, она фиксирована, и она не самая большая. Это как цены на бензин, на бензин на автозаправках. А то, что у нас практически в геометрической прогрессии за последние годы растет налог на окружающую среду, и точно так же, как акцистный бензин, который составляет львиную долю цены, точно так же этот налог составляет львиную долю от общей цены на вывоз мусора. Поэтому здесь вопрос роста цен, наверное, по этому вопросу должно отдуваться не только Рижское самоуправление, но и, наверное, Министерство среды регионального развития в плане того, куда вот эти деньги собраны, как налог на окружающую среду. На природные ресурсы. На природные ресурсы, насколько эффективно они потом расходуются. Ну, спасибо, Сергей, вам за ваш комментарий, за вашу внимательность в изучении этого вопроса. Не переключайтесь с нашего канала, я расскажу свои выкладки на тему того, как росли цены и кто от этого выигрывал. Мы, конечно, будем следить за этим вопросом и мы обязательно узнаем по поводу того, куда деваются деньги от налога на природные ресурсы. Спасибо, Сергей, за комментарий. У нас есть звонок. Сейчас мы послушаем радиослушателя. Добрый день. Вы в эфире говорите. Добрый день. Уважаемая Людмила, уважаемый абонент на линии, Виктор. Ну, первое, вы сказали, на 30 лет, по-моему, там 20 лет. Но это не суть. Даже не важно. Важно то, что это монополист. Ну, а монополисты, это понятное дело, все подразделения в кучку, и это картель. То, что вы говорили по электричеству, по газу, понятное дело, взращиваем новые сонмы миллионеров, это понятно тоже всем. Тарифы, они, конечно, правильно Сергей сказал, вот эти вот ссылки на директиву зеленую брюссельскую, на природные ресурсы и тому подобное, тарифы постоянно, поступательно будут ползти в гору. И информация тоже верна. То, что эти крутые юристы обещают рост в 9 плюс-минус процентов, то действительно счета уже получены теми же муниципальными предприятиями, где-то школы, где-то садики детские. От 40 до 70 процентов циферки подпрыгнули. И это тоже понятно. Далее, что касается вот этого монополиста, мы знаем, как монополисты работают. Там кругом картельный сговор. Тоже Рига Сатексма, микро-алтобус Сатексма. Опять картель. Хоть они об этом нигде ничего не объявляют, но это досадная работа нашего КНАБа. Но ничего, они раскачаются. Ну и потом, аргумент, который они приводят, для того, чтобы побудить рижан сортировать мусор, мы заварим мусоропроводы в крупнопанельных многоэтажных домах. Так вот, у Риги такой опыт уже есть. И каждый рижанин, житель таких домов прекрасно помнит тот стойкий, постоянный, сладкоприторный трупный запах в подъездах во всех от этих мусоропроводов. Я предлагаю всех энтузиастов вот этой идеи заварить мусоропроводы. Да, 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 да. Вот именно их всех на месячишко поработать с парижским моргом. Хорошо, Виктор, это радикальное предложение мы обсудим в следующий раз. Спасибо вам за ваш комментарий. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а после перерыва ждем ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Что вы думаете про то, как экологично и чиста должна быть наша Рига, и как мы будем извлекать вторичное сырье из отходов? Добрый день еще раз. В эфире программа «Подоплека». И сегодня мы снова исследуем тему бытовых отходов и того, как они утилизируются в нашей столице, в Риге. Итак, с 15 сентября у нас будет новая система вывоза бытовых отходов. Эта работа поручается монопольной компанией «Тейрига». И всем рижанам нужно до 15 сентября перезаключить договор с ней. У нас есть звонок. Мы послушаем, что думают слушатели на эту тему. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Тема нескончаемая все-таки. Да. Вот я, значит, 20 лет своей производственной деятельности была связана с автоматизацией технологических процентов. И закончила эту часть даже более, примерно 25 лет. И закончила вот эту часть своей деятельности в должности ведущего инженера. Так вот, я считаю, что можно автоматизировать сортировку мусора. Сейчас объясню, каким образом. Элементарно постараюсь объяснить. В мусоропроводах, вот в помещениях, где устанавливаются контейнеры, устанавливается платформа, на которой ставится примерно, ну, сколько там, может быть, 4 контейнера для начала. Да, там стекло, пластмасса, бытовые отходы, ну, что там еще, текстиль. Бумага. Платформа, да, платформа через определенное время, при помощи, там, реле времени, или какие там сейчас существуют устройства для управления, через, например, 24 часа или 48 часов, поворачивается на 90 градусов. И соответствующий контейнер подводится к отверстию мусоропровода. Датчик положения выводит на световое табло. Положение, значит, информацию о том, какой контейнер подведен к отверстию мусоропровода. Житель подходит к мусоропроводу, видит на табло стекло и выбрасывает стекло. Знает, что через какое-то время там будет пластмасса, подойдет и выбросит пластмассу. И таким образом вот это можно автоматизировать. А уже тот, кто будет вывозить этот мусор, может привозить такие же 4 контейнера, куда будет опорожнять вот эти соответствующие контейнеры из мусоропровода. Причем, я думаю, что у нас есть хорошее предприятие, да, РБАСПАРС, которое занимается производством вот этих контейнеров для сбора мусора. Я думаю, что его можно задействовать для производства таких платформ. Спасибо. Спасибо вам за вашу идею. Я думаю, что любые идеи приветствуются. И, кстати говоря, недавно был презентован социологический опрос, согласно которому более половины жителей Риги и Латвии готовы сортировать мусор. Однако другая половина, ну, меньшая, но все-таки половина, говорит, что в этом нет смысла. И будет, как говорится, валить в одну кучу, как и валила. И, ну, наверное, решение этого вопроса как бы на стороне потребителя, оно не такое простое. И одной автоматизации оно не искупается. Еще один звонок, пожалуйста, говорите. Добрый день. Вы знаете, мы вот сейчас все, конечно, в ужасе от этой проблемы. Она на нас нависает. И ничего мы не сможем сделать. Но почему бы нам не обратиться к опыту, великолепнейшему опыту наших соседей, городу Минску, Белоруссии. Там идеальная чистота, там проблема. Решается на высочайшем уровне. Почему бы как обутать... А вы заметили, как это делается? Что вот, каким образом они это делают иначе, чем мы? А вы знаете, у нас родственники живут в Белоруссии. Мы с ними постоянно общаемся. Конкретики, вот механики, технологии, она отсутствует. Но мы знаем, в курсе они вот приезжают, и мы видим, какая там чистота. Почему бы нашим депутатам нашей думы, кому-то там, кто должен к этому непосредственно отношения, не поехать в Минск? Это не далеко, это всего несколько часов. И там же, вот этим опытом, как говорится, они бы поделились бы. И вот это бы пришло бы к нам, потому что это уже другая планета. То, что Белоруссия, Минск, он большой город, он очень большой город. И там чистота какая-то, ну, стерильная по сравнению с нашей Ригой. Вот если на такое пойти, на такой уровень, то это реально. Остальное мы можем только, как говорится, хвататься за сердце, за голову, и дальше, как говорится, и дальше тянуть эту лямку. Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот тянуть лямку, и против лома нет приема. Значит, коллега Сергей Бордовский в первой части нашей программы передал информацию о том, что, так сказать, те, кто продвигают мусорную реформу, утверждают, что цены вырастут на 9%, там, какие-то депутаты нашли, что они вырастут на 40%. А я вот сама сделала такой нехитрый расчет. Подняла счета за 2015 год. И оказывается, что 4 года назад тариф на вывоз мусора составлял 9 евро и 68 центов за кубометр без НДС. И минимально можно было вывозить один контейнер объемом 240 литров в месяц, ну, если это речь идет о каком-то частном доме. И таким образом, допустим, если семья пенсионеров живет в домике, привыкла сортировать мусор, утилизировать, допустим, растительные остатки в компост, сжигать бумажный мусор в печке. И услуга Clean Air обходилась такой семье 2 евро 80 центов в месяц брутто, то есть вместе с налогом на добавленную стоимость. Значит, осенью прошлого года компания Clean Air начала закручивать гайки. Она ссылалась на обязательные правила Рижской думы, которые предусматривают, что компании, которые вывозят мусор, обязаны предоставить эту услугу не менее двух раз в месяц. Это минимально. Однако компания Clean Air повернула это в свою сторону и свое обязательство переложила на потребителя, написав ему, что, увы, один раз в месяц зимой мы вывозить мусор не можем, мы можем вывозить только два раза в месяц. Таким образом, вывозите вы контейнер или не вывозите, вы платить будете обязаны за два раза в месяц. Таким образом, получилось, что компания Clean Air изобрела новый метод бизнеса, это получать деньги за услугу, которую она не оказала. И таким образом, получилось, что объем отходов вырос до 480 литров. Ну, контейнер выставляете, что там лежит, это же никого не волнует. А платеж увеличился до 5 евро 60 центов в месяц. Таким образом, с ростом тарифов, которые предлагаются сейчас, затраты с минимума 2,80 в месяц возрастут до 10 евро в месяц, за счет того, что увеличился тариф. То есть, это получается не на 9%, не на 40%, а просто в 4 раза. Ну, при этом базовая цена выросла вдвое, совершенно верно. Но принудительный, так сказать, метод оказания услуги, он свое дело делает. Теперь посмотрим, что же это за компания и почему ей так удается, так сказать, решать свои вопросы, добиваться какого-то благоприятного отношения со стороны властей к себе. Корни компании Clean Air уходят в 93-й год, когда на базе автотранспортного управления Рижского самоуправления была создана компания АТУ «Хаэтика». И в мае 2004 года, почти через 10 лет, ее купила финская ласила «Энттыканоя». ЛНТ. Вложила она около 700 тысяч латов в приобретение «Хаэтики». И планировала инвестировать еще полтора миллиона латов в создание предприятия по вторичной переработке сырья в Латвии, а также развитие услуг по обслуживанию и уборке офисов и предприятий. Ну, какого-то крупного предприятия по вторичной обработке сырья в Латвии финны не создали, не создал его и никто другой. Все сырье, которое мы, так сказать, генерируем, мы вывозим на переработку в другие страны. Вот, но если предшественник вот этой компании ЛНТ начинал с оборота около 80 тысяч в год, то в 2006 году он уже поднял полтора миллиона латов, а в 2010, то есть через пять лет после покупки, уже оборот составил почти 11 миллионов латов. Ну, вы знаете, что население Риги при этом не росло, а услуги, какие оказывались такие, в принципе, и оказывались. Таким образом, мы уже, так сказать, за период пятилетний до 2010 года увеличили свои затраты на вывоз и переработку мусора в пять раз. И так дальше. Значит, в 2008 году уже финны оборачивали 24 миллиона евро латов. В кризисные годы оборот упал примерно до 18 миллионов, однако прибыль выросла. Тем не менее, финны, видимо, были недовольны снижением оборота и в 2014 году ушли с латвийского рынка, продав предприятие местному предпринимателю Гунтерсу Кокоревичу. Управляемая им компания BioInvest находилась на Навальню 5, на 90% принадлежала, согласно публичным регистрам, самому Кокоревичу, а на 10% в семье бывшего премьер-министра Андриса Шчелла. Она владела другим мусорным предприятием, видос по колпоему группа, которое было продано коллеге, общество с ограниченной ответственностью Заря Йоста. Интересно, что именно видос по колпоему группа построила в Гетлине по заказу нашего муниципального предприятия Гетлине ЭКО «Мусоросортировочный завод». Он был запущен в эксплуатацию 26 октября 2015 года в присутствии президента Венеса и высоких должностных лиц, министров, руководителей Режеской думы и так далее. В торжественных речах они обещали утилизировать на этом предприятии до 80% поступающих на сортировку отходов. И таким образом говорили о том, что расходы для режимов, у которых есть мусоросортировочный завод, не вырастут так, как для жителей других регионов, у которых мусоросортировочного завода нет. В настоящее время мусоросортировочным заводом управляет фирма Видос Ресурсу Центрс, которая до 5 октября прошлого года на 100% принадлежала той же самой Клин-Р. Ее оборот превышает 4 миллиона евро, а прибыль – миллион евро. В процентах это просто сказочные 27 или 33% в год. Ну, я не знаю, какие еще виды бизнеса приносят сегодня такую прибыль. Кто-то там из великих говорил, что капиталист за 10% годовых родную маму продаст. Ну, так вот, я искала информацию о том, где и сколько отходов перерабатывает наш мусоросортировочный завод. То есть, как растет это число, так сказать, вторсырья, которые утилизируются из общей массы мусора. Этих цифр мне найти не удалось. Однако, прибыль говорит сама за себя, завод работает, платит налоги, все очень хорошо. Сама Клин-Эр опять выросла в обороте уже за 20 миллионов евро. И в 2016 году провернула 32 миллиона евро с прибылью почти более полутора. В 2017 году почти столько же с прибылью 2 миллиона. А в 2018 оборот увеличился на полтора миллиона. И почти полностью эти деньги осели в прибыли. Таким образом, доходность мусорного бизнеса составляла в 2018 году 10,5%. И нам говорят сейчас, что заключать договоры длительные с компанией, которая отвечает за вывоз мусора, необходимо потому, что инвестиции очень большие, доходность очень маленькая. Поэтому 25-30 лет – это мировая практика. И иначе никакой бизнес не будет в этом участвовать. Однако, посмотрев на эти цифры прибыли, можно убедиться, что не так все там скучно в этом мусорном бизнесе. На самом деле, за 10 лет, а то и быстрее, инвестиции прекрасно окупаются. Интересно еще такой момент отметить, что заказчиком мусоросортировочного завода было муниципальное предприятие «Гетлини ЭКО». Оператор частный. То есть, муниципальное предприятие платит за завод, потом им оперирует частник, и непонятно, в чем тут выгода самоуправления. Сейчас объявлен другой проект. Тот же самый «Гетлини ЭКО» объявил конкурс на привлечение финансирования в размере 10 миллионов евро для строительства еще одного завода по переработке органики. Там же, на своей площадке, в полигоне. И снова заказчиком выступает муниципальное предприятие «Гетлини ЭКО», а подрядчик будет, видимо, частный. Посмотрим, что из себя представляет «Гетлини ЭКО» с финансовой точки зрения. У него совершенно не такие уже роскошные доходы и оборот. Действительно, как и сказал наш коллега, наценка самого предприятия за услуги, она невелика, она составляет примерно 15 евро за тонну. А в тарифе 58 евро, 43 евро составляет налог на природные ресурсы. Вот при этих цифрах получается, что «Гетлини ЭКО» оборачивает примерно 18 миллионов евро в год. А прибыль составляет 2% годовых, 300 тысяч в 2018 году. И вот это предприятие с прибылью 2% заказывает или хочет заказать строительство нового завода по переработке органики частному предприятию, у которого, возможно, прибыль составляет 10%, а оборот превышает оборот самого полигона, муниципального предприятия. Вот такая получается у нас история с мусорным бизнесом. Получается, в этой схеме муниципальное предприятие принимает на себя основной груз инвестиций, ну, по крайней мере, по перерабатывающим мощностям. Оно принимает на себя кредитные проценты, а частник затем оперирует заводом и снимает прибыль. Вот это тот вопрос, который я предлагаю обсудить в более широком контексте и, может быть, совету по конкуренции и всем нам, как обществу и потребителям, задать вопрос, а почему так происходит? Почему, так сказать, один с сошкой и семеро с ложкой? Ну, может быть, сейчас уже не семеро с ложкой, а один частный партнер выбранный, который будет, так сказать, отвечать за нашу экологию, и это будет продолжаться в течение длительного срока. И самое такое, может быть, тревожное в этом то, что потребителю фактически некуда обратиться, но в министерство писать, требовать расторжения договора, который заключен как бы на уровне города, наверное, это нереально, и невозможно. Поэтому получается, что мы стоим и, так сказать, наблюдаем за тем, как в очередной раз, ну, понемножку, подумаешь, там, 3 евро в месяц платим каждый за этот мусор, 5 евро, может быть. Ну, это же не такие большие деньги, чтобы об этом так сильно волноваться. Ну, кто-то вот занимается таким бизнесом, и спасибо ему большое. Однако вопросы все-таки остаются, и я предлагаю нам всем быть все-таки очень въедливыми, и внимательно читать правила, внимательно читать документы, которые издает муниципалитет, издает государство, смотреть за тем, как эти деньги, которые собирают население, понемножечку, но образуют эти средства, большие суммы, расходуются. Насколько честно ведется этот бизнес, и насколько действительно это полезно для нас всех, потому что нам говорят, например, что система депозитной тары, которая существует в Эстонии и в Литве, для нас неприемлема, и вроде как народ это не поддерживает, однако же мы видим, что в Эстонии и в Литве давно уже бутылки по лесам не валяются. Последний звонок мы примем еще до окончания передачи. Говорите вы в эфире. Добрый день. Посмотрите, господа ведущие, ваша фраза, надо быть въедливыми. Мы будем въедливыми, будем в 100 раз более въедливыми, 100 раз более въедливыми, и ничего не изменится, ни на миллиметр, кроме увеличения счетов. Спасибо за ваше мнение. Мы будем въедаться и въедаться, понимаете, а они будут просто грести лопатой. То есть пока мы будем заниматься этой говорильней 30 лет, что надо нам разобраться. Вот там женщина звонила, предлагала платформу со стеклянными этими, она когда предложила, сама улетела на Луну или эти платформы улетели на Луну. И вот мы 30 лет толчем воду в ступе, а как это, а Васька слушает, да ист, а мы все въедаемся. Въедливыми будем прямо вот такими въедливыми, что там не дадим им вообще ничего, им больше прибавить к нашим счетам. Хорошо, спасибо вам большое за ваш звонок, но я все-таки думаю, что все не напрасно, потому что общественное мнение, его никто не отменял. И давайте сделаем так, вот по материалам этой программы, по тем цифрам, которые мы собрали, напишем письмецо в Совет по конкуренции, напишем письмецо в комитет посреди Рижской думы и попросим их ответить на вопросы, которые у нас возникли, потому что до 15 сентября у нас есть еще на это время. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Это была программа под оплекой автора и ведущая Людмила Прибыльская, а в следующей программе мы попробуем разобраться, чем не угодил ректор Латвийского университета Муженек Министерству образования. До встречи в следующий четверг с 12 до 13 часов.